Сотрудники МЧС ДНР приступили к разбору завалов в новом терминале Донецкого аэропорта. Под этими конструкциями находятся до 20 погибших украинских военнослужащих. Завал, ну, скажем так, довольно-таки толстостенный. Почему? Потому что упал и потолок, и стены, и все конструкции, которые были выше находящиеся. Вот, в данный момент пытаемся снять верхнюю площадь, верхний слой, скажем так, чтобы изъять дальнейшие работы и понять, как нам дальше действовать. Работаем аккуратно. Почему? Потому что все возможно, что может быть проведены. Заминирование могут быть лежать боевые снаряды и все, что могут быть, и растяжки в том числе. Ранее специалисты не могли приступить к этим работам из-за непрекращающихся артиллерийских и минометных ударов по позициям ополчения. На территории аэровокзального комплекса стоит сказать, что даже после объявления перемирия украинские силовики наносили удары по позициям ополченцев, в частности, в новом терминале. Перед тем, как начать работу, связывался с координационным центром, генерал моим размазненным, украинским генералом, которые заверили меня, что никакой стрельбы не будет. По словам МЧСников, работа будет проходить от трех до шести дней, может быть, до недели. Так как, видите, один завал, здесь уже обнаружены тела, и рядом у нас второй завал, где также есть тела именно погибших ВСУшников. Я считаю, что тела нужно просто передать, как только мы вытащим, сразу передать на украинскую сторону. Все-таки это чьи-то отцы, это чьи-то братья, это чьи-то сыновья, поэтому они должны быть преданы на земле. Как бы там ни было, но они выполняли приказы. А то, что делает украинская сторона, я считаю, это кощунство по отношению даже к своим бойцам. Рассказывает о том, что здесь никто не погиб, это вранье. Эти работы займут несколько дней, так как тяжелая техника действовать здесь просто не может. По сути, спасатели вручную разбирают завалы. К работам также привлечены пленные украинские военнослужащие, солдаты и офицеры, которые сдались в плен ополченцам в так называемом Дебальцевском котле. Стоит сказать, что в первую очередь здесь пройдут взрывотехники, так как под завалами могут находиться мины и так называемые растяжки. Потом пойдут специалисты, которые будут разбирать завалы и извлекать тела для того, чтобы передать погибших украинских военнослужащих официальному Киеву, чтобы их смогли похоронить. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести. Донецкий аэропорт. Продолжение следует...